Зимоплиска и городские власти проверяют готовность дорожной техники к суровым погодным условиям. В пятницу на главной площади Ивантеевки свой фонд в виде тракторов. Пескоразбрасыватели снегоуборочных машин показывают коммунальные службы. Их здесь более десятка, в том числе и техника управляющих компаний. По поручению главы города мы провели сегодня смотр техники в рамках подготовки к зимнему периоду. В принципе, все предприятия коммунального комплекса вышли, показали всё, что у них есть, вся техника исправна. На сегодняшний день мы видим здесь около 80 единиц. Все готовы к уборке городских территорий в плановом режиме. Свои машины на главную площадь города выгнали и аварийно-спасательная служба, и водоканал. Около администрации разместился далеко не весь автопарк коммунальщиков. Ожидается, что в этом году он пополнится. Мы надеемся, что при определенной поддержке правительства Московской области знаем, что ежегодно программа губернатора Московской области по приобретению коммунальной техники проводится. И в этом году мы еще дополнительно получаем две единицы техники. И обязательно постараемся, чтобы в следующем году при помощи государственной программы также значительно обновить автопарк наших предприятий. Смотр техники проводится в рамках областной акции по подготовке к зиме. Все коммунальные машины, которые сегодня в хорошем смысле оккупировали площадь, на ходу. Оценивают автопарк представители Госадмитехнадзора и Госжилоинспекции. Мы удовлетворены и количеством, и состоянием техники. Ну, в случае, конечно, поступления обращений граждан в зимний период с жалобами на некачественную, на плохую уборку дворовых и городских территорий, Госадмитехнадзор, как всегда, будет принимать меры административного воздействия и обязывать нарушителей устранять нарушения и приводить территории в порядок. Несмотря на в целом положительную оценку готовности дорожной техники к зиме, городские власти призывают управляющей компанией расширять и обновлять свой автопарк. Объем техники для такого большого города оставляет желать лучшего. Многим управляющим компаниям необходимо дополнительно заключить, я считаю, договора по аренде коммунальной техники для того, чтобы в случае обильных осадков привлекать дополнительные силы, средства, чтобы территория, за которую они ответственны, всегда была в чистоте, порядке и не доставляла никаких неудобств жителям города. В числе плюсов представители областных ведомств отмечают наличие управляющих компаний ручной техники, например, мини-тракторов и роутеров. Стоит отметить при этом, что не все организации имеют в собственности данную технику. Многие из обслуживающих организаций просто ее арендуют. Как в целом отмечают представители городской администрации, в случае резкого ухудшения погодных условий и дорожной ситуации вся представленная сегодня на площади города техника сможет выйти на улицы города для наведения и поддержания порядка.